Добрый вечер! Это информационно-аналитическое шоу «Смотрите сами», где мы говорим и показываем про наиболее интересные и значимые события жизни университета, науки, образования, общественной среды за прошедшую неделю. Вот и сегодня будет много интересного. Смотрите сами. И в самом начале еще раз напомню, что, как мы уже говорили в прошлой программе, в понедельник республика получила своего нового премьер-министра. По представлению президента Рустама Миниханова им назначен Алексей Писошин. Для нас в этом факте, помимо безусловно важных деловых, профессиональных, личностных качеств Алексея Валерьевича, важен тот факт, что он достойный выпускник Казанского университета. Математик, занимавшийся уже после окончания учебы в стенах университета работами по весьма непростым темам и защитившись соответствующую диссертацию. Остается констатировать, что выпускники и люди, прошедшие свое становление в университете, по-прежнему весьма и весьма востребованы на самом высоком уровне. Пожелаем Алексею Валерьевичу удачи. А сейчас о главных событиях из жизни КФУ за минувшую неделю. И здесь в числе первых я бы выделил встречу ректора Эльшата Гафурова с делегацией Института проблем передачи информации Российской Академии Наук во главе с доктором физико-математических наук, профессором Российской Академии Наук Андреем Соболевским. Помимо детального знакомства со структурой и конкурентными преимуществами Казанского университета, гости обсудили очень предметные области перспективного сотрудничества. Отмечу лишь, что такое взаимодействие позволит не только расширить возможности вузов в своих исследованиях, но станет еще одним шагом к решению важнейшей задачи – сохранению молодых и талантливых ребят, работающих в области математических исследований. Кстати, на неделе ректор Казанского федерального университета Эльшат Гафуров озвучил весьма важное предложение для будущего науки в Татарстане. Он заявил о растущей необходимости тесного взаимодействия и единонаправленных совместных усилий всех вузов Татарстана, чтобы создать в регионе мощный научно-образовательный кластер. Такая кооперация, считает Эльшат Равкадж, способна благоприятно повлиять на все участвующие стороны. Так, развитие совместных проектов раскрывает научно-исследовательский потенциал и помогает эффективнее продвигать достижения разработки для последующего внедрения на рынке. Кроме того, усиливаются позиции региона, наличие множества активно работающих и высоко котирующихся научно-образовательных центров создает конкурентное преимущество, способное прирасти в прямые экономические выгоды. Кроме того, повышается имидж региона как привлекательного для студентов и, соответственно, будущих работников самых востребованных специальностей. А это один из ключевых факторов, учитываемых, например, в международных рейтингах. «Заявление о том, что другие вузы в регионе не могут развиваться, так как на территории уже функционирует, скажем, опорный или федеральный вуз, не имеет под собой оснований. Мешать друг другу мы не можем. Нужно не соперничать, а сотрудничать между собой, с соседями вместе, искать точки соприкосновения и при этом оставаться каждый со своим подходом и спецификой», подчеркнул ректор КФУ. На неделю же ректор Казанского федерального университета посетил Химический институт имени Бутлерова. На встрече все присутствующие могли ознакомиться с результатами и перспективами реализуемых КФУ грантов по 218 и 220 постановлениям правительства России. Разговор получился серьезный и принципиальный. Смотрите сами. 17 апреля в Химическом институте имени Бутлерова КФУ прошла презентация проектов по грантам постановлений правительства Российской Федерации. Прежде чем прослушать доклады, ректор университета прошелся по лабораториям, где ведутся исследования. Он неоднократно отметил, что необходимо и после завершения гранта продолжать работу по этим проектам. Александр Ламберов был первым, кто доложил о результатах работы по постановлению правительства Российской Федерации номер 218. Именно под его руководством в КФУ создаются катализаторы для химического производства. Первые из его проектов в рамках этого постановления уже позволяют выпускать до 300 тонн катализаторов в год. Еще один проект по постановлению номер 218 касался разработки технологий силиконовых материалов. На данный момент в России мало тех, кто занимается этой темой. Отмечается тенденция положительного роста рынка силиконовых материалов, которая соответствует примерно 8% в год. Поэтому такие технологии получения материалов на территории Российской Федерации являются достаточно перспективными и немного обещающими. Главная цель получить материалы при использовании платиновых катализаторов на основе кремниевых примеров, отметил доктор наук Дмитрий Яхваров. Перспективные планы ученых предусматривают возможность ухода от платины как самой дорогой части катализатора для производства силиконовой резины. А Борис Соломонов представил результаты работ по гранту в рамках постановления номер 220. Они созданы для привлечения в Россию ведущих ученых мира и создания высокотехнологичных лабораторий. Такую лабораторию, разрабатывающую методы сверхбыстрой сканирующей калориметрии, создаст немецкий ученый Кристоф Шик. Именно с этой целью он приедет в Казань. По сути, это будет первая в России подобная лаборатория. Планируется, что после завершения проекта в КФУ должна остаться группа ученых, способных развивать темы и внедрять их в практику российских предприятий. Выслушав доклады, ректор Казанского федерального отметил, что необходимо четко контролировать, что останется в университете после завершения проектов. Университет отдельный, никакого смысла нет. Мы должны работать по принципу взаимодополнения друг к другу. Университету необходимо использовать оборудование, навыки, сформированные в КФУ в процессе реализации гранта для дальнейшего развития. И еще одна серьезная характеристика уходящей недели – возобновление рассмотрения дорожных карт институтов Казанского федерального. В эти дни под прицелом и в зоне предметного обсуждения оказались два института так называемого социогуманитарного блока. Какие изменения ожидают наших экономистов-финансистов и историков-международников? Смотрите сами в наших следующих сюжетах. Концепция развития Института управления экономики и финансов, разработанная с ректором КФУ, продолжает полномерно реализовываться. Но тем не менее, периодически просит значительных корректировок. Именно об этом пошла речь в стенах института на публичной защите дорожной карты подразделения. Началась защита с обсуждения, что же представляет Институт управления экономики и финансов КФУ сегодня. Не упустили из внимания и продвижение институтом стратегических академических единиц, а именно САЕ «Эдюкэйшн», СМП «Медицина», «Астровызов» и «ЭкоНефть», что несомненно отражается на результатах продвижения в известнейших мировых рейтингах. Немаловажно и то, что во многом благодаря проделанной работе Казанский федеральный крепко держится в четверке российских вузов-лидеров, вошедших в мировые рейтинги. Меняются оценочные параметры, поскольку вот с этого года появляется московский рейтинг, который предусматривает чуть другие оценочные вещи. И об этом, наверное, тоже нужно знать по одной простой причине, что заявили, что данный московский рейтинг будет замещать мониторинг Министерства образования и науки Российской Федерации. Необходимо думать и о будущем. Без подготовки специалистов новой формации развитие любого вуза стало бы невозможным. Но отмечая проделанную работу по подготовке будущих экономистов, можно легко убедиться, что серьезные шаги в этом направлении предпринимались с момента формирования университета как федерального. Этот факт еще раз наглядно подтверждает обширная география студентов Института управления экономики и финансов, в число студентов которого входят представители 28 стран. Однако на этом институт не останавливается и ставит для себя новую довольно амбициозную задачу. Привлечь к обучению в КФУ большее количество стран и развить сетевую магистратуру, которая изо дня в день становится популярнее во всем мире. Но это не единственная задача, которая вошла в стратегию дорожной карты института. В самое ближайшее время институт планирует поднять количество публикаций. Отметим, что за последнее время 900 статей от института уже включены в базу данных «Скопус» и 250 в «Web of Science». Хотелось бы остановиться, что нам необходимо до 2025 года – это политика продвижения экономических журналов. Есть дорожная карта выведения журнала в базу «Скопус», но мы предлагаем сейчас создать пул журналов экономических, которые пойдут дальше. Довольно положительный результат не останавливает институт на достигнутом. И защита дорожной карты стала отличным поводом для представителей Института управления экономикой и финансов продемонстрировать новые возможности, открывшиеся перед Казанским университетом. 20 апреля историки и востоковеды Казанского университета защитили стратегию развития своего института в размере динамики КФУ. В начале встречи собравшихся поприветствовал директор Института международных отношений, истории и востоковедения и напомнил коллегам о достижениях, которых добился институт. Переходя к стратегии дальнейшего развития коллектива, директор Института сразу обозначил необходимость повышения уровня подготовки иностранных языков. Вот послушные три цифры. Три профиля направления распространения филокалистики. На первом и втором курсе от 20 до 40 дисциплины на иностранных языках мы изучаем. Этот процент увеличивается в третьем и четвертом курсе и составляет уже 60-80% всех дисциплин. Поговорили и о рейтингах. За последний год проведены новые исследования, что дает надежду на рост количества публикуемых результатов, а значит и публикационной активности. Разумеется, не только повышение в рейтингах является задачей института. Насколько интересна научная работа студентов на международном уровне, отлично показывает практика сетевой магистратуры. Вот есть у нас сетевая магистратурная программа по направлению логистики. Она реализуется совместно с Северо-Арктическим федеральным университетом, Новосибирским госуниверситетом, Умским федеральным университетом и Немецким культурным центром имени ГИОТЭ. Может ли КФУ предоставить возможность подготовки блестящего специалиста? Безусловно. Преимуществом классического университета как раз и является широкий выбор направлений подготовки. И что является важным условием для разработки дорожной карты института, которая по-прежнему подразумевает повышение уровня подготовки преподавателей, хорошо осведомленных в своих предметных областях. Ну и уж если мы заговорили о социогуманитарных проблемах, то самое время вспомнить еще об одном событии, что стало одним из наиболее резонансных на минувшей неделе. В Пасхальную Седмицу митрополит Казанский и Татарстанский русской православной церкви Владыка Феофан в императорском зале КФУ встречался со студентами и преподавателями. Как и следовало ожидать, вопросы и ответы были весьма щепетильными и порой оставляли много простора для дальнейших дискуссий. А может быть в этом и есть одна из миссий духовных наставников – оставлять нам мысли и мнения, которые требуют многих и непростых часов дальнейших раздумий. В тонком мире человеческой души и чувств нет однозначных ответов. И поиск истины, стремление приблизиться к ней – есть одна из главных миссий человека в этом мире. Надеюсь, что встреча с Владыкой именно к этому и подвигла немалое число ее участников и тех, кто далее знакомился с материалами разговора в стенах Казанского федерального. Это уже не первый визит Владыки Феофана в КФУ. В тот день встреча с митрополитом прошла на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ в декабре 2015 года. На этот раз, 20 апреля, Императорский зал собрал представителей сразу шести институтов социогуманитарного блока. С приветственным словом выступил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Развитие наших контактов – это с вами целый комплекс мер по восстановлению классической университетской традиции, взаимодействии светской и духовного образования. И я думаю, сегодняшние ваши выступления и вопросы будут способствовать укреплению наших контактов и в дальнейшем. В целом лекция была посвящена понятию ценности духовности в жизни человека. Темы, которые поднял митрополит, затрагивали не столько вопросы веры, сколько размышления о цели жизни человека. В диалог живо включились студенты университета, ведь встреча изначально не имела формат проповеди и носила общекультурный просветительский характер. И на сегодняшний день, вот молодому поколению, мне не очень бы хотелось читать вам никакую мораль. Это не в моем стиле. А мне хотелось бы порассуждать о смысле современной жизни. Продолжал искать ключ к молодому сердцу представитель православной церкви. В этой связи он вспомнил 90-е, когда много говорилось про никчемность традиций, а в обществе ходило поверие, предписывающее полное раскрепощение и свободу самовыражения. Тогда, как подчеркнул владыка, делалось все, чтобы разрушить традиции семьи. В первую очередь, новые формы брачных союзов. Была традиция – это семья. Брачище это считалось на всю жизнь. А сейчас ввели понятие гражданского брака, но понятие такое вот, оно как-то из-под тишка все. Практически рушатся, как таковые семьи, не успев еще зародиться. По мнению докладчика, на свете выживают лишь все народы, кто четко хранит свои традиции. В этом месте митрополит привел в пример евреев. Подытоживая встречу, владыка Феофан признался аудитории, что молодежь у нас лучше, чем многие думают. Наша молодежь – это по-настоящему сейчас молодежь нашей надежды. А если что-то где-то не так, то виноваты мы, старшее поколение. Мы натворили, а им еще и расхлебываться за нас. По большому счету, все, о чем мы с вами говорим в наших программах – это решение задач установления эффективных коммуникаций во благо развития науки, образования, экономики, социально-духовной составляющих. Качественная коммуникация – залог успеха. Сегодня даже в спорте играет ведущую роль. Вот обо всем этом на своих мастер-классах и мероприятиях, формальных и неформальных, всю неделю активно говорили, спорили и размышляли как раз те, кто в силу своей будущей профессии будет отвечать за этот главный капитал нашего времени – коммуникации, связи, контакты. В КФУ прошла российская неделя пиар. Число желающих вместиться в относительно небольшую первую физическую аудиторию главного здания намного превышало ее возможности. Что говорит о том, что организаторам удалось отразить в своей программе самые интересующие и волнующие не только КФУ проблемы. Смотрите сами. 20 апреля в главном здании университета всех пришедших встречали студенты в ярких толстовках с надписью «Russian PR Week» и бейджами организаторов. Это означало лишь одно, что стартовал ежегодный Всероссийский форум пиарщиков. Мы организовываем форум уже не в первый раз, то есть это по счету уже четвертый форум и четвертый год, который мы проводили. Поэтому у нас есть сплоченная команда, которая готова и может работать. Поэтому мы, наверное, идем по одному и тому же пути. В ближайшие четыре дня, включая этот, мы ожидаем, наверное, прилив молодых пиарщиков, студентов, иногородних наших друзей, которые приедут к нам на форум. И, конечно же, крутых спикеров и выступлений. Russian PR Week – это Всероссийский интерактивный форум общественных коммуникаций, который проходит в этом году в Казанском федеральном университете с 20 по 23 апреля. Я с радостью прихожу к вам, потому что я знаю, что здесь можно зарядиться очень такой интересной и очень креативной атмосферой. Я думаю, что и сама Казань вас удивила тем, что сегодня в апреле она вас встретила снегом и такой погодой. Поэтому я думаю, что форум у нас обязательно состоится. Я очень рада вас приветствовать в Казанском федеральном университете, как и все организаторы, как и все те, кто действительно с большим трепетом относится к этому форуму и к этим мероприятиям. В этом году в рамках формы Russian PR Week пройдут мастер-классы от ведущих специалистов по четырем секциям – спорт, персоналти, политикс и бизнес, олимпиаду по рекламе и связям с общественностью и научная конференция. Организаторы также подготовили и развлекательную программу для гостей. И начать все-таки с того, что поблагодарить организаторов сегодняшнего события, события, которые четыре дня продлится у нас в Казани, в Казанском федеральном университете. Потому что мы уже на программном уровне, на уровне того, что предлагается в эти дни, можно сказать, что форум состоялся. Russian PR Week дает возможность специалистам в области public relations, рекламы, digital, social media, маркетинга, журналистики и смежных областей окунуться во все аспекты рекламы и PR, узнать что-то новое и применить это в будущем на практике. Среди участников дискуссий на площадке недели PR было много и тех, кто сегодня активно и много работает в средствах массовой информации. А вот будущие журналисты КФУ продолжают детально знакомиться с тем, что представляют из себя как раз те стратегические преимущества и точки роста университета, о которых им предстоит в своей профессиональной жизни дальше много и желательно качественно рассказывать. И как раз в том числе укрепляя коммуникации, контакты с таким большим и важным направлением, как медицинская, на неделю журналисты отправились в пресс-тур в клинику университета. Тут они стали свидетелями процесса родов и операций, увидели современные медицинские технологии в действии высокопрофессиональных специалистов-медиков. А еще учились деликатно рассказывать о больных, в прямом смысле этого слова, темах. Смотрите сами. Побывав на Казанском таможенном посту и в аэропорту Казани, студенты Высшей школы журналистики и медико-коммуникации КФУ на этот раз смогли посетить роддом и хирургическое подразделение университетской клиники Казань. Надев стерильные халаты, медицинские маски, шапочки журналисты на время сменили профессию, почувствовали себя настоящими врачами. Тишину в палатах нарушили студенты-журналисты. Они задавали различные вопросы, интересовались как самочувствие беременных, кто из них опытные мамочки, а кто мамочки-новички. Среди них была и многодетная мама, которая процесс появления на свет малыша испытывает уже в пятый раз. Это, наверное, пришло со временем. Во-первых, сначала мы хотели мальчика, две девочки по годке, потом вроде через семь лет решились на третьего. Думали, мальчик, а опять девочка. А мальчики-то есть в четвертой? А вот опять девочки. Журналисты стали даже свидетелями рождения ребенка. Они своими глазами увидели, как происходит операция, при которой врачи извлекают новорожденного через разрез на матке матери. На часах ровно 10-10 врач информирует. Поздравляем, мальчик. Врач не должен быть добрым. К сожалению, это не черта. Но врач должен быть обязательно сочувствующим и отзывчивым. Вот если врач сочувствует больному, тогда женщины отзываются на это. Потому что любой больной хочет, чтобы его поняли, выслушали и посочувствовали. У каждой профессии есть свои приметы. Так и акушер-гинекологи верят, что если 1 января рождаются девочки, то это, к счастью, в новом году. А если мальчики, то к миру. У меня с детства была мечта стать акушер-гинекологом. И я поступала в медицинский институт. Я уже знала, что я хочу быть именно акушер-гинекологом. Я очень люблю свою профессию. И ни разу не пожалела, что я ее выбрала. Журналисты побывали в хирургическом подразделении, увидели вживую, как проходят операции, смогли задать врачам все интересующие вопросы. Во время осмотра различных отделений клиники студенты Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ заглянули на занятия студентов-медиков. Во время пресс-тура студенты-журналиста посетили отделение с современными приборами и оборудованием. И даже смогли побывать там, куда обычным людям вход строго воспрещен. Самый основной акцент нашего учреждения не медико-санитарной части, а именно отделение расположенных в этом здании. Акцент делается на оказании экстренной, неотложной медицинской помощи. Не зря говорят, что журналистика – это профессия, которая вмещает в себя множество других профессий. Сегодня студенты-журналисты смогли побывать в образе врачей. И кто знает, какую роль им придется примерить в следующий раз. Роль повара, ветеринара или космонавта. И было бы неполным наше сегодняшнее обозрение еще без упоминания об одном весьма продуктивном и многообещающем контакте, который продолжают развивать ученые Казанского федерального университета. Они спроектировали два экономичных способа добычи тяжелой нефти. Данными разработками уже заинтересовалась Латинская Америка, где наши коллеги успели заявить о себе. В чем заключается вся прелесть казанского ноу-хау? Смотрите сами. Разработки ученых КФУ в области добычи и транспортировки нетрадиционных углеводородов весьма актуальны для стран Латинской Америки, где сосредоточено более половины мировых запасов вязкой нефти. Своё ноу-хау Казанский федеральный университет реализует в Колумбии. Разработки позволят не только добывать черное золото из глубин, но и улучшить качество нетрадиционных углеводородов. Отметим, что в Колумбии накоплено до 60% запасов тяжелой нефти. Поэтому в ближайшие 20-30 лет здесь сосредоточится мировой центр добычи вязкого черного золота. Это огромные запасы, добыча которых проводится весьма затратно. При этом 80% нефти остается на глубине под землей. Казанские разработки, созданные университетскими учеными, стали более экономичными и приемлемы, чем и привлекли внимание зарубежных коллег. Несмотря на еще совсем недолгое сотрудничество КФУ с Латинской Америкой, нашим ученым уже удалось успешно о себе заявить. Одним из направлений сотрудничества должен стать трансфер технологий. И тут ученые Казанского федерального получают полный карт-бланш. Колумбия, как и вся Латинская Америка, в целом страна, где преобладают в основном запасы тяжелой нефти. В настоящее время будет обсуждаться вопрос реализации новых масштабных проектов. В конце июня в Казанском университете пройдет международная конференция по термическим методам увеличения нефти отдачи. И на этой конференции мы ждем большую делегацию из Колумбии как со стороны нефтяной компании, так и со стороны университетов и институтов Колумбии. Поскольку для них Татарстан и Казанский университет являются ключевым центром для развития технологий в области увеличения нефти отдачи. Убедиться в том, что ученые стратегической академической единицы «Эко-нефть» на тяжелой нефти, как говорится, собаку съели, можно едва ли не в любой лаборатории университета. Отметим, что Казанский федеральный заключил соглашение о сотрудничестве с одним из ведущих вузов Колумбии Индустриальным университетом Сантандера. Также было принято решение о создании на базе КФУ Ассоциации студентов России и Колумбии. Таким образом, КФУ станет куратором всех направлений сотрудничества между российскими и колумбийскими учеными. Вот смотрите вы программу о событиях вроде бы прошедшей недели. И все явно не можете понять, что эта ведущая все про погоду умалчивает. Ведь именно ее капризы стали главным трендом всех разговоров этих дней. И великие ученые, и малые дети все наперебой только и говорили о том, что сказка 12 месяцев Самуила Маршака стала былью. Шутка ли, братец декабрь и впрямь на пару дней поменялся местами с братцем Апрелем. Причем не в пользу Апреля. Но вы же уже знаете, что, как и в той сказке, все закончилось хорошо. Календарная правда победила, и скоро мы сможем собирать заслуженные апрельские подснежники. А вот о другой весне, супер настоящей, которую никакая сказка не отменит, я предлагаю вам вспомнить. Студенческая весна 2017. Ни стужа, ни мороз, ни темпачи жара. Ничто не остановит весну талантливых, молодых и успешных. Я прощаюсь с вами на этом ровно на неделю. А вы смотрите сами, как гремела студенческая весна в КФУ, и что еще долго и очень тепло, невзирая на погоду, будут обсуждать и студенты, и их наставники. Спуститься в загадочный подземный город, созданный сотни лет назад, когда из-за угрозы неименуемой катастрофы лучшие ученые решили запечатать там человечество, удалось зрителям студенческой весны Казанского федерального. Удивительное приключение стало разворачиваться буквально с порога. Члены жилей провели по мощенным улицам в самое сердце города. Гости познакомились с мастерцом алхимиков, уличных музыкантов и художников, а затем и познакомились с ее жителями. Думаю, что по задумке режиссеров они хотели показать этот маленький мирок, в котором, наверное, находимся многие из нас, людей, тоже находятся в таком мирке, именно своих стереотипов, каких-то предрассудков, и что из этого мирка тоже есть выход, как и есть выход из этого города Эмбер. Галоконцерт студенческой весны 2017 отличался массовой включенностью студентов. Целыми коллективами представляли все, от юмористических сценок до классической драмы, от рок-баллад до балета и от народного танца до фьюжна и хип-хопа. Каждый нашел свое место. Все, кто участвует из тут весне, и жюри, которые с года в год приглашаются, и режиссеры, и ребята, которые непосредственно участие принимают, они отвечали на мой вопрос, почему вы здесь. И они сказали, что я здесь, потому что я здесь нужен. Ну и со временем я поняла, что я здесь участвовала тоже, потому что я здесь нужна. Стала доброй традицией посвящать концертную программу студенческой весны Дню Победы. И этот год не явился исключением. Студенты приветствовали героев шквалом аплодисментов, а те, в свою очередь, отметили, что им отрадно видеть ярких представителей студенчества. Ведь в том, что студенческая пора, самая яркая в жизни человека, не сомневается никто. Ну, студенты – это самые, наверное, активные люди, какие могут быть. Они более открыты какие-то. Они, ну, как бы по себе могу сказать, что у студентов получаешь больше энергии все-таки, чем у каких-то взрослых людей, которые сидят, что-то думают серьезное. А студенты, они такие более с душой как-то относятся к музыке, что ли. Главный приз студенческой весны 2017 – гран-при завоевали Институт филологии и межкультурных коммуникаций, Институт управления экономики и финансов. Редактор субтитров А.Семкин